Мы сегодня рассмотрим очень интересную и полезную схему. Это индикатор разряда аккумулятора. Схема индикатора разряда достаточно проста и повторить ее не составит труда. Если все собрано согласно схеме, то устройство должно заработать сразу без каких-либо настроек. Индикатор разряда будет полезен для различных приборов, чтобы можно было следить за состоянием аккумулятора. Тем более, что схема универсальная. Огромной популярностью сейчас пользуются литий-ионные аккумуляторы номинальным напряжением 3,7 В. Они компактны, относительно недороги и могут иметь большую емкость. Их недостатком является то, что они боятся глубокого разряда, ниже 3 В. Поэтому при их использовании необходимо периодически следить за напряжением на аккумуляторе. Иначе он может попросту выйти из строя. При создании самодельных портативных устройств бывает не лишним устанавливать внутрь модуль, показывающий, на каком уровне находится напряжение в данный момент. Именно схема такого модуля представлена на экране. Главное ее преимущество в универсальности. Границы срабатывания индикации настраиваются в широких пределах. Поэтому схему можно использовать как для индикации напряжения на низковольтных литий-ионных аккумуляторах, так и автомобильных аккумуляторах. Схема содержит 5 светодиодов, каждый из которых загорается при определенном напряжении на аккумуляторе. Порог срабатывания светодиодов от 1 до 4 задается подстроечными резисторами, а 5 светодиод загорается при самом минимальном напряжении на аккумуляторе. Таким образом, если горят все 5 светодиодов, значит аккумулятор полностью заряжен. А если горит только первый светодиод, значит аккумулятор давно пора поставить на зарядку. В схеме используется 4 компаратора для сравнения напряжения аккумулятора с опорным напряжением. Все они содержатся в одном корпусе микросхемы LM239. Для создания опорного напряжения, равного 1,25 В, используется микросхема LM317. Делитель из резисторов R1 и R2 понижает напряжение аккумулятора до уровня ниже 1,25 В, для того, чтобы компараторы смогли сравнить его с опорным напряжением. Светодиоды. Для наглядности восприятия показаний желательно применить разных цветов. Ну, например, синий, зеленый, желтый, белый и красный. Теперь можно брать любой аккумулятор, подсоединить его к плате и проверять работоспособность схемы. Первым делом, после подключения аккумулятора, проверяем напряжение на выводе номер 2 микросхемы LM317. Там должно быть 1,25 В. Затем проверяем напряжение в точке соединения резисторов R1 и R2. Там должно быть около 1 В. Теперь можно взять вольтметр и регулируемый источник напряжения, и вращением подстроечных резисторов выставить нужные пороги срабатывания для каждого из светодиодов. Для лидий ионного аккумулятора оптимально будет выставить следующие пороги срабатывания. Лид 1 – 4,1 В, Лид 2 – 3,9 В, Лид 3 – 3,7 В, Лид 4 – 3,5 В. На схеме я подпишу все эти напряжения. При подключении к схеме тестируемого аккумулятора обязательно нужно соблюдать полярность, иначе схема может выйти из строя. При подключении аккумулятора загорелись все 4 светодиода, значит напряжение на нем лежит в пределах от 3,7 В до 3,9 В. Для радиолюбителей, которые хотят повторить эту схему, мы даем распиновку микросхемы LM239, а также аналоги этой микросхемы. Распиновка микросхемы LM317, а также аналоги этой микросхемы. Ссылку на принципиальную схему индикатора разряда аккумулятора вы сможете найти в описании под видеороликом. Поставьте пожалуйста лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы вместе с вами будем знакомиться, как работают интересные, полезные и несложные электронные схемы.